Но все такое, хоть и скорбно бывает, не таково, однако, чтобы могло уклонять нас от достодолжного. Ибо не достойны нынешние временные страдания ничего в сравнении со славой, которая откроется в нас, за которую, если бы даже нас каждый день жгли на огне, надлежало бы все переносить, а не только такие легкие сносные искушения. Говорю же это я не за тем, чтобы раздражить чувства скорбные, но допознаем любовь, которой возлюбил нас благий Бог наш, изъявший нас из житейской жизни и вчинивший в это священное и небесное звание, которое и то, что требует от нас, не для себя требует, ибо ни в чем не имеет нужды, всем богат, но для нас же самих, добыв тем благодетельствованы, спасемся. Поэтому отложить всякое двоедушие в терпении нашем будем стяжевать души наши, держа себя выше всякого находящего искушения, не давая никакому помыслу возобладать над нами, когда для испытания нас и обучения попущено будет чему-либо скорбному привозиться к нам и опечалить жизнь нашу, чтобы нам можно было возыметь дерзновение говорить с апостолом, во всем скорбящее, но не унываем, не чаем мы, но не отчаиваемся, гоним мы, но не оставляем мы, не излагаем мы, но не погибающие, всегда мертвость Господа Иисуса на теле носим, и чтоб таким благонастроением и такой благоустроенной жизнью, благоугодив Богу, садилась наследниками Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашим. 297. Страница 575. Четвертый том добротолюбия. Святого Феодора Студита. Наставление монахам. 308. Всякий, кто долгий и тяжелый совершает путь, трудясь, трудится и терпя, терпит, подвергаясь разным неприятностям путешествия, но в надежде на покойное пристанище переносит скорбное и преодолевает трудное, все подвигаясь в переднее со всем усердием и усилием. На что наводит нас такая притча? 318. На то, что и мы путь совершаем в жизни сей, путь тесный и прискорбный, долгий и тяжелый. 329. И иного пути этому быть нельзя, так как всю жизнь должно нам сохранять девство и целомудрие, и соблюдать подчиненность и послушание, и при этом помышление не излагать, и всякое возношение, восстающее на разум Божий, и пленять всякое помышление в послушании Христу. И все другое делать, что с этим неразрывно связано, по порядкам монашеской жизни. Но и здесь есть конец благий. Что же это? Жизнь вечная, которую обетовал неложный Бог терпящим его. Будем же ради этой вечной жизни с благодарностью и терпением переносить все прискорбности настоящей жизни, прославляя Бога и в теле нашем, и в духе. А как прославляется нами Бог? Скажу по одному, судя случаю. За два дня перед этим пришли сюда миряне посмотреть на нас. И видя, как мы пребываем в единомыслии, руками труд послушания исполняя, и устами песни давидские повторяя, прославили Бога и возблагодарили, получив назидание, так исполнилось в нас сказанное Господом, так да просветится свет ваш предчеловеками, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. И вот вы прославили Бога в теле вашем и в духе, в этом случае. Но еще старайтесь прославлять Его всегда во всех обстоятельствах, держа себя боголепно и удаляясь неподобающего, как внушает святой Давид. Не ревнуй лукавнующим и не завидуй творящим беззаконие, потому что они, как трава, скоро иссохнут, и как трава и злак скоро отпадут. Но ревнуй благостынным и добродеющим, в житейском быту, посвятившее себя какому-либо искусству, не от худших, а от наилучших мастеров, ревнует заимствовать правила излюбленного искусства своего. Плотник от искусно плотничающего, живописец от совершеннейшего живописца. И вообще никто ни в чем не станет подражать неискусным и невеждам. Но если борец берется подражать, то искуснейшим и знатокам, если теперь в отношении к вещественному и тленному таково правило и закон, не тем ли более в искусстве искусств и в науке наук должны мы, по примерам мужей святых, упорядочивать свою жизнь, а не противоположными им руководствоваться. Будем же подражать тем, которые от юности до старости прибыли в послушание, не говорю древним святым, но и тем, которые просияли в нашем братстве. Будем подражать тем, которые простотою расстраивали все лукавства дьявола. Будем подражать тем, которые в нерассуждающем послушании и добре направляли подвижнический путь свой. Если же хотите, будем подражать тому, кто заповедал, подражайте мне, как я Христу. И в другом месте, бывайте подражателями Богу, как чадо возлюбленное, и ходите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное. Так Христос в жертву и приношении за нас дал себя Богу. Нам ли с благодарением не перенести ради его незначительной скорби? Христос всякое поношение приял по сказанному, поношение поносящих тебя пали на меня. Нам ли не перенести малого какого укорного и оскорбительного слова? Как же после этого вселиться нам со святыми, когда не последуем стопам их? Как нам царствовать со Христом, когда не сообразуемся смерти его и не приобщаемся страстям его причистым? Если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится? Смотрите, как определенно говорится, что праведник едва спасется, а тот даже и праведным не может нарещись, кто нетерпелив, неснослив, помнит давние оскорбления и тем разгорается, и метется, и с Богом мира не имеет. Где же ему спастись? Не являемся ли потому мы так действующие, по необходимости оторвнутыми от общения киновийного? И по переселению отсюда? Не подпадем ли необходимо вечному осуждению? В безумии говорю, не был ли и я послушником? Не имел ли игумена эконома, духовного и плотского отца? Не имел ли духовных и плотских братьев? Среди их вращался я, как в огне, туда и сюда бросаемые, и в бою состоя с двумя противоположными жизнями. Но не мог иначе спастись, как терпением, подобающим исповеданием, и самому себе приписанием всякой вины. Ибо иначе невозможно мирно иметь душу в скорбях. Смиритесь, и вы под крепкую руку Божью, и обретете покой и безначалие. Написано, вот ныне время благоприятное, вот ныне день спасения. Отымем от лукавства, отымем же лукавства от душ наших, научимся добро творить, представим себя чистыми, облагодеявшим у нас, прежде чем придет день тот страшный, в который должны будем дать ответ за всякое праздное слово, чтобы с доброю, сколько возможно, совестью, пришедшей из этой жизни, оказаться достойными наследия вечной жизни. 298. Казалось бы, что, как я часто беседую к вам, нет уже необходимости еще поучать вас, полагая, что вы довольно настроены к должному действованию и не имеете нужды в напоминании о том. Однако ж ныне вижу, что это все еще крайне необходимо, потому что, несмотря на часто мои вам внушения, в некоторых из вас не перестает действовать немирность и упорство. Я дивлюсь, как те, которым следовало бы быть учителями, судя по времени, все еще младенчествуют, бессмысльствуя и неразумствуя попусту. Причина же этому – оскудение любви. Ибо если по апостолу любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется же истине, все покрывает всему, верит, всего надеется, все терпит, то явно, что когда ее нет, то в нас берет силу противная тому неверие, безнадежие, нетерпение, раздор, дерзость. Но как, находясь в таком настроении, можем мы достойно именоваться учениками Господа, когда сам Он говорит решительным словом своим? Потому Он знает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И опять в другом месте, если вы пребудете в слове моем, воистину ученики мои будете. И уразумеете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если мы не имеем любви истиной, но ведем вражды, брани и раздоры, то мы не Христовы ученики, а врага Христова, хотя и тяжко слово это. После этого зачем и жить нам, бедным? Зачем дышать этим воздухом, если мы делаем не то, чем благоугождается Господь? Смущающий вас понесет грех на себе, кто бы он ни был. Почему прошу, мира защите со всеми и святости, без которых никто не увидит Господа. Смотрящий, да никто не лишится благодати Божией, чтобы какой злой корень возникнув, не пакость сотворит и тем осквернит многих. Что же это такое? Ревность благую приложит вам показать, предлежит в отношении к лукавнующим, зло ненавидя и отвращаясь от него, их же самих не как врагов имея, но как братьев вразумляя. Да будете достойно одобрения апостольско выраженного негде так. Во всем представьте себя чистым быть. Я же говорю вам это, любя и щадя вас, и вместе боясь участи Илья. Если же вы не так рассуждаете, то спустя немного придут дни, когда возьмется от вас язык этот. И тогда вы разумеете, что истинно было, что говорил я вам, смиренный. Бог же мира, хотящий всем спастись, да сохранит всех в нас, в мире на пути заповеди его, и доведет царство свое вечное. 299. Опять, говорят, поднялась война, и война иконоборческая, междоусобная, которая бывает лишь то бедственнее, когда христиане друг друга истребляют. Но нам должно молить Бога всегда умиротворяться граждан наших, как в мирском отношении, так и в отношении к вере. Ради этого мы и сидим здесь смиренные. Сидя же должны не просто как попало сидеть, но с великим вниманием и верностью в своей цели, чтобы иначе иным проповедуя самим не оказаться недостойными. Говорим же это, имея в виду тех, которые, понесшие пятимью, опять перешли на сторону инославных. Мы отказались недавно принять посланное ими, как вредное и опасное для души, о чем, узнав, некоторые из сущих с нами отцов вознегодовали, как будто от этого сгорелась смута. Мы же от зажжения смуты отрицаемся. Но не можем ради того, что некоторые метутся, умолять что-либо от истины и осквернять исповедание Христово, боясь греха безразличия в вере, которую один из пророков обличает так, между святым и скверным не различели, и между нечистым и чистым не полагали различия. Изекииля 22-26. Согласно с этим и святой апостол говорит, какое причастие правды к беззаконию, или какое общение света со тьмою, какое согласие у Христа с велиаром, или какая часть верного с неверным, или какое общение Церкви Божией с идолами. И опять, повелеваем вам именем Господа нашего Иисуса Христа отлучаться вам от всякого брата бесчинно поступающего, а не по преданию, которое приняли от нас. И еще, если какой брат и именем будет блудник, или лихоимис, или идолослужитель, или досадитель, или пьяница, или хищник, с таковым и не есть вместе. Все это устрашает и утесняет сердце наше. И ради этого судили мы более перенести всякую скорбь и тесноту, нежели изменить свои верности и спасению. Но поскольку написано, если страдает один член, с ним страдают и все члены. Если славится один член, с ним радуются и другие члены. Все. Вы же, члены наши, есть искренние и утробы сердечные. То мы нашлись в необходимости известить вас о происходящем, да знаете и ведая спостраждики, помышляя о случившемся здесь. Рассудите же и вы сами по себе о том, что говорится. Правильно ли изгнанных за истинный собственных монастырей и завладевших монастырями через предательство истины почитать равными и равно с теми и другими общение иметь? Итак, изгнанный напрасно терпит изгнание. Напрасно и мы подвязались за нее в прежнее время. И сверх того оказываемся еще обманщиками, одним говоря одно, а другим другое. Правильно востинает против нас верно держащееся исповедание, если увидит, что мы общимся с теми, которые были в соблазн церкви Божией. Но да не будет нам обольститься ими и вместе с ними погубить себя. В прежнее время мы держали себя твердо, как требовало время. И теперь следует так же держать себя, не изменяясь. Ибо апостол говорит, если обинется праведник, то есть поколеблется, не благоволит тому душа моя, мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим твердо в вере. Видишь, как он обиновение назвал погибелью, почему в другом месте и говорит, чистя от крови всех. Ибо не упустил ничего, чтобы не возвестил вам волю Божию. Так и мы, утверждаясь на апостольском учении и учении святых отцов наших, согласном с апостольским, удерживаемся от общения с еретиками, с увлеченными ими изменниками, и защищаем точное исповедание, в котором стоим и хвалимся упованием славы Божией, стараясь право ходить, и во всех других добродетелях, да будем совершенны и всецелы, и ни в чем же претерпим лишения. И мир Божий, превосходящий всякий ум, да соблюдет сердца наши и помышления нашего Христе Иисусе. Мученикам никто не бывает, не потерпев мучений, и венцом никто не венчается, если надлежащим образом не выдержит успешного борения. Не будем же изнемогать, все перенося благодушно, вызоворы и укоры, как удары бичами, отсечения своих желаний, как пролитие крови, вторжение помыслов, как возжигаемые дьяволом пожары. Огонь погасает от заливания его водой и пламя похоти от пролития слез. Утомление от труда проходит от покойного возлежания на одре, и обременение ума помыслами врачуется доверчивым исповеданием их. Вот спасительные врачевства, разумно пользуясь ими, более и более оздоровляйтесь в Господе. Если кто из вас лишен премудрости, да просит, как взывает брат Божий, отдающего Бога всем, просто и без упреков, и дастся ему, да просит с верой немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Бога. Муж двоедушный не устроен во всех путях своих. Не будем же двоедушны и не станем колебаться сомнениями в прошениях своих, но с облагодарением и искренней верой добудут прошения наших Богу, и всеконечно получим просимое. Угаснет чуждый огонь, неистовые помыслы развеются, и мы с Божьей помощью успешно совершим предлежащий нам подвиг послушания. При этом желаю, чтобы вы ведали, что ковчежец наш немного имеет вметаемого. Между тем расходы прибывают, а доходы не прибавляются. Ныне же и вина не достало, о чем, конечно, скорбят немощнейшие. Но дерзайте, скорое Господь презрение сотворил от плода пшеницы и вина и других потреб. И еще сотворит, если всецело возложим на него упование. И угодно ему будем всегда творить, не отступая от своей в нем уверенности. Ибо он сам сказал, не оставлю тебя и не покину. И опять ищите прежде царствие Божие и правды его, и все сие приложится вам. Если же и недостаточеству им, когда не дивно, испытание это и проба добродетели. Патриарх Иаков не был ли праведен? И однако же с ним и голодом послал отцов наших в Египет купить пшеницу. Пророк Илья не был ли праведен? Однако же и он, пришедший в Сарепту Сидонскую, возопил его след вдовицы, принеси на нем немало воды и выпью, и укру хлеба, да ем. И другого чего попросил, но самой подручной необходимой пищи. И кто же это? Илья, небо языком заключивший не давать дождя и опять молитву и разрешивший эту эпитемию. Мы же ничтожные и по внешнему состоянию, и по внутреннему устроению. Если и по стражним, что такое, ничего не будет неподобающего. И не следует нам тем тяготиться, но всегда быть благодарными, как при изобилии всего, так и при оскудении. Ибо в этом признак учеников Христовых. И так располагаясь, мы как при скорбности настоящей жизни легко переносить будем, так и будущих благ сподобимся. 301. При недавних набегах огорян, в какой все пришли мы ужас, опасаясь, как бы не попасть в убийственные руки этих безбожных. И это было не понапрасну. Но что есть и набеги на нас, демонов, об этом мы и не думаем, и мы не опасаемся, как бы по невниманию нашему не попасть в плен к духам злобы. Хотя знаем, что нападение видимых врагов бывает в одно какое время, и молва о том заранее приходя дает желающим свободу убежать куда-либо. В отношении же к невидимым врагам ничто такое неуместно, потому что они день и ночь и всякий час с тем только и заняты, чтобы нападать на нас, и вздохнуть почти не давая нам. Так что здесь больше страха и больше потому требуется самоохранение, чтобы не сделать содобычей этих врагов, и избежать душепагубных их наветов. Куда же убежать? Конечно, к Богу, как поет святой Давид, Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело. И ополтится ангел Господний, окрест боящихся его, и избавит их. Еще, надеющийся на Господа, как гора сион не подвигнется вовек, живущий в Иерусалиме. Итак, если будем иметь страх Божий и уверенность в Боге, то не убоимся от лица враг наших. Но поимеем во внимании, что крепости берутся врагами наибольшей части по причине оскудения хлеба и воды. В нас же что это? Слезы и Слово Божие, которыми и в которых питается и спасается душа, а их оскудением расплевается и предается в плен. Доселяется же в нас Слово Божие обильное, как написано, и слезы, да, не оскудевают. Бывает, впрочем, и внутреннее предстательство, как говорят. И это опять что такое? Живущие в нас страсти и мудрованием плоти возбуждаемой помыслы, которые изменнически отворяют дверь враждебным демонам. Их надо изгонять тотчас и всяким хранением блюстись, чтобы не был взят город наш, то есть душа, и мы не были уличены грехом и не сделались пленниками пагубных страстей, но пребывали в добродетели, в которой созданы во славу создавшего нас в похвалу и мне грешному. Вчера рассердили вы меня вашим псалмопением. Прошу же и молю вас петь благообразно и по чину, а не просто как попало и смятенно, и тем оскорблять не меня грешного, а духа святого, ибо это его заповедь поете разумно Псалом 46.8. Разумно же петь нельзя, если не будет соблюдаем такой порядок, чтобы не начинать хором нового стиха, прежде чем кончится пение прежнего, громогласно или тихо идет псалмопение, протяжно или скоро, более всего наблюдется благочиние, ибо если во всяком деле соблюдение благочиния есть наилучшая черта, не тем ли более в беседе с Богом, так как при неблагочинии бывают нелепые фантазии и расхищение ума, а при благочинии сохраняется внимание, трезвение и сладость, о которой свидетельствует святой Давид, говоря, коль сладко гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Почему прошу и молю, будем со всем старанием совершать эту добродетель, друг друга остерегая и друг друга исправляясь в пении, так разумно поя обретем мы покой душам нашим друг другу, подадим добрый пример, и при всем другом, и этим благоугождая Богу, достойными соделаемся наследие Царства Небесного. 302. Вот где всегда надлежит быть уму, вот где пребывать сердцу, в бодреном внимании к делу Божию, на поприще подвижничества, отнюдь не позволяя себе влачиму быть туда и сюда, подобно пленнику, оскудевает ли в море вода или для дышащего воздух? Так тем более в нас не должны оскудевать благие помышления при устремлении отчей ума нашего в беспредельное море дивных дел Божиих, в которое углубляясь, ум не будет иметь времени осуечаться чем-либо житейским или соплетаться с худыми помыслами, ибо он, будучи приснодвижен, не может оставаться в покое, но куда направим его, туда и несется он неудержимо, а десну или или слева, если одесну и то он имеет отзывать с Давидом, Господи, волю твоей подашь доброте моей силу, а если налево, то следующий за этим стих, отвратил ты лицо твое и я смутился, отвращение же Божие бывает, когда ум занимается суетностями, а пагубное смущение души, когда он упражняется в греховных замыслах, постараемся же всегда направлять его одесну и давать ему вид доброе видение, какие это ангельские небесные силы, тамошние неизреченные блага, светлые обители святых апостолов, пророков, мучеников и всех праведных, равно как и этот свод небесный, блестящее солнце, светлую луну, группы звезд и все другие чувствам подлежащие вещи, не за тем, чтобы на них останавливаться, но чтобы через них возносясь к дворцу всяческих Богу, хранить красоту свою неповрежденную. Ибо Бог красотой ущедрил нас, сначала создав нас по образу и подобию своему, и хотя мы через переслушание омрачили себя и осрамили, но Он опять облекает нас в красоту, в благодати, бани паки бытия и обновления Духа Святого, который излиял на нас обильным Иисусом Христом, спасителем нашим. Когда же потом и здесь оказались мы непотребными, Третий устроил нам средство к возвращению себе красоты через покаяние в обете девства, даровав нам все прегрешения, истребив все на нас рукописания крестоносную жизнью, подобно крещению, да пребывает же в красоте своей душа наша, чтобы удостоить услышать все добро, ближняя моя, и порока нет в тебе песни 4.7. Когда же опять случится и оскверниться пороком, так как мы превратны, и никто не чист от скверны, никто не похвалится чистым иметь сердце притча 29 стих поспешим очистить себя слезами покаяния омой меня и буду белее снега молится святой Давид омойтесь и чисты будете отнимите лукавство от душ ваших призывает Бог через пророка Исаию и блаженная душа так всегда себя очищающая от решившаяся от всякой худой склонности единого Бога любящая и вожделевающая и каждодневно ожидающая смерти с удовольствием придется конечная и к нам смерть должны будем и мы уплатить этот общий всем долг но о когда бы нам преподобно и правильно пожившись подобиться того чтоб когда останки каждого из нас будут прилижать для последнего братьям целования при отпевании душа наша была землем ангелами божьими относима для жизни вечно блаженной на небесах 303 мало ныне слушающих по причине отбытия нескольких братьев но хотя бы и один был слушатель не следует не бречь о поучении ибо говорит Господь берегитесь да не презрите единого от малых сих истинно говорю вам что ангелы их на небесах всегда видят лицо отца моего небесного пришел сын человеческий взыскать и спасти погибшие о сколь неизреченно божие человеколюбие пришел владыка в рабском образе к убегшему рабу чтобы освободить его от рабства дьяволу пришел в свет истины и взыскать драхму погибшую чтобы вызвать его из мрака греховного не необходимо ли потому и нам смиренным подражая всеблагому Господу о каждом из вас и болезновать и говорить и самую душу за него полагать о когда бы я крылат был чтобы полететь и почить в каждом братстве посмотреть их и поговорить им о подобающем и не только их но и тех которые в пути к Айенову пошли и влезть в Алаамов мзды устремились кого же это называю я такими Леонтия тот как говорят до такого зла простерся что по царскому удостоению стал начальником народа возник врань убийство совершил и в схватке потерял жизнь какое несчастье в какую пропасть не зринулся этот плачевный сначала отскочил от братства потом пошел вслед похотений своих то тем то другим расслеваясь как животное бессловесное затем сбросил с себя монашество и наконец такую заключил трагедию которую слышали мы помянув об этом прошу о тех молиться а себя самих крепко держать на своем пути немало не умоляя подвижнического постоянства потому что малыми послаблениями и разленениями душа не взводится в пагубу вот почему жалею я живущих особняком и оплакиваю их как готовую предлежащую дьяволу добычу ибо если из овчар не похищает волк овцу не тем ли удобнее пожрет он ту какую найдет вне стада разве не знаете какой манией дышит против нас дьявол на всякого человека нападает он а не только на смиренных монахов радуется он погибели многих но не так этим услаждается как когда успеет незринуть одного монаха почему неутомимо бьется присидит и борется как бы послушливого отторнуть от послушания безмолвника от безмолвия стопника от столпа затворника от затвора чтобы после такого передвижения вести их потом как хочет ибо те которые неподвижно пребывают в своих мерах и в своих местах содевая добродетели бывают неуловимы для дьявола выше сетей его носимы бывая почему пользуясь данной нам против дьявола силы будем обращать его вспять ограждаясь божественным страхом и его не излагая небесными помышлениями его же помыслом не давая овладевать собою чтобы этим образом победу над ним приобретая венца правды удостоиться от подвига положника нашего Христа Господа 304 будем вести жизнь достойную гонения за Христа во всяком благочестии и чистоте как чадо послушания не преобразуясь первыми неведения вашего похотения и не послабляя напряжения подвижнических ваших усилий 1 Петра 1.14 ибо видите что дьявол как лев рыкающий ходит ища кого поглотить и как теперь видит он нас гонением раздираемых то налегает гораздо сильнее в чай неудобнее теперь похитить душу но мы будем во всякое время и во всяком месте трезвиться и бодрствовать ограждены будучи божественными заповедями